Утро от первого, мы на месте. Тенант, взрывотон, включили до тускового голоса. Убезов принят, уезжаем. Тенант, взрывотон, включили до тускового голоса. Мерседес, двигаясь со стороны проспекта Байдебекби, пытался повернуть на улицу Утигенова, не пропустив встречную приору. В результате чего и произошло ДТП. К счастью в аварии никто не пострадал, но автомашинам нанесен серьезный материальный ущерб. Чья страховая компания его возместит, сейчас выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Сотрудники дорожно-патрульной полиции и пожарные департамента ПЧС провели совместный дорожный рейд. В течение часа они ездили по городу с включенными проблесковыми сигналами и сиренами, выявляя автомашины и пропускавшие спецавтотранспорт. Сейчас в городе очень много автомашин, и проехать по улицам с каждым днем становится все труднее. Часто спеша на пожар мы не можем быстро добраться до места ЧП, потому что нашим пожарным машинам не уступают дорогу. Поэтому мы решили выйти в такой рейд, чтобы напомнить водителям, как важно пропускать спецавтомашины. Рейд по дорогам Шимкента показал, что правила пропуска автомашин со спецсигналами соблюдают далеко не все. Некоторые водители мотивируют это тем, что не слышат сирен из-за громкой музыки в салоне. Но это оправданием не является, отвечают полицейские. В ходе сегодняшнего рейда мы выявили за час пять водителей, не уступивших дорогу пожарным автомашинам. На них мы заполнили административные протоколы, и теперь им придется оплатить штраф. Такие рейды полицейские пожарные собираются проводить регулярно и призывают всех водителей уступать дорогу спецтранспорту, так как наказание за нарушение может последовать незамедлительно. Шимкентский полицейский задержался. Держали 30-летнюю женщину, обманувшую горожан с трудоустройством. Так, в мае 2017 года в Каратауске РУВД с заявлением обратилась жительница Шимкента о том, что неизвестная женщина, войдя к ней в доверие, обманом совладела деньгами в сумме 300 тысяч тенге, обещая помочь в трудоустройстве, и скрылась из виду. Данный факт зарегистрирован в Каратаусском РУВД по статье 190 Уголовного кодекса мошенничества. С аналогичными заявлениями к нам в отдел полиции обратились еще несколько жителей областного центра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники нашего РУВД задержали подозреваемую, жительницу Арыского района Канаеву Айкирим, 1986 года рождения, ранее судимую за мошенничество. Как выяснили полицейские, 30-летняя аферистка расклеивала по городу объявления о трудоустройстве. Затем под видом медработников входила в доверие граждан, обратившихся к ней по объявлению. «Я распечатывала на компьютере объявления и развешивала их на остановках, предлагая работу в медучреждениях. Этим занималась в течение последних пяти или шести месяцев». Следствием установлено причастность задержанных к пяти фактам мошенничества, совершенных с начала текущего года. Общая сумма ущерба, нанесенной потерпевшим, составила около миллиона тенге. Сейчас подозреваемая арестована. Проводится досудебное расследование. Сотрудники Каратауского РУВД просят всех, кто стал жертвой мошенничества со стороны подозреваемой, обращаться в отдел полиции по телефону 102. Мы заприняли, уезжаем.